вот просто поставить большую цель перед собой да это нужно вот именно или чтоб тебя в такие рамки загнала что тебе нужно вот все сидеть потому что опять же я хочу сказать вот эта проблема что женщины которые не работают здесь сидят естественно у них английский он идет очень неважно и потом вот так вот случись что и чтобы из английского это ведь был старый анекдот когда человек пишет там на радио как быть если снятся сны на иностранном языке переводчицы но ты как бы опровергаешь то есть тебя с одной стороны переводчики вот тем не менее значит язык все-таки надо работать на языке обязательно это большой труд да и вот он вот так вот как вот я сижу там телевизор смотрю конечно лучше и лучше там понимаю но это не тот я могла бы это все гораздо быстрее уже этот прогрессировать вот так вот этот период что я тут нахожусь надо убрать лень надо убрать всякие дева вот эти больше лень даже час-два ты всегда можешь выделить в день на это дело я вам расскажу так что если позволяла один российский фильм на русском языке фильм смотреть в неделю книжку один раз неделю русскую прочитать так я я всю ночь ее читала я не могла оторваться потому что легко и так все понятно да вот и хорошая как бы ты сказала что ты сидишь элдана читаешь вот он очень легко читается а когда ты его еще берешь и читаешь вот про купертина про сан-франциско ты же это все видишь ты знаешь значит и не просто читаешь одновременно у тебя я пошла купила книжечку такую же аудио я взяла а дальше следующее ты не просто слушаешь и смотришь как она пишет ты еще произносишь ты произнесла ты смотришь как же что доктор доктор ос неважно кто по телевизору то тебе нравится какая-то такая вот разговорная передача это мне сказала вот учительница как это делать ты записываешь эту передачу а дальше ты смотришь ну там с субтитрами записываешь включила субтитры записала себе и включаешь ее себе на ютубе предложение он проговорил повтори за ним это предложение то есть должна быть тематика когда это не в знака вот это пока ты не у тебя автоматом идет я брала книжечка и видео было библиотеке я приходила домой he plays the guitar вот это я повторял 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 у меня получилось так что я там это когда тест был почитила сидел мальчик списала сидел парень из мужа работы и заполнял тот же тест в школе я у него все списала я попала в адвент с левел но вниз я не скажу что у меня был английский нулевой совсем что-то учила да я не буду ссорить а я вот это все списала и попадаю я в адвент с левел а они мало того что не слова говорят они уже не перевод спрашивают они спрашивают силу а я в это время судорожно набиваю это слово на этом будут переводчики а у него несколько значений я должна угадать значит это занятие было в 12 часов дня три часа я конечно старалась изо всех сил я там кто русский рядышком посадила значит если совсем не пойму подсказывают дальше я приходила домой я шла библиотеку я библиотеки брала вот эти вот видео кассеты смотрела потом я обязательно смотрела один фильм американский в день то есть у меня от и до весь день был запомнил потом все слова все выписывал слова с переводом я добавлю к этой истории у меня была сильная у меня была цель ты была на визе h4 муж был на h1 он работал а у тебя права на работу не было и ты использовала время которое у тебя я использовала но у меня была какая цель когда меня встретили когда меня встретили а начал муж работал а жены других мужей которые с ним вместе работали меня возили вокруг и одна из них она она меня просто поразила она из москвы и она машину водила а я так то чуть-чуть я только сдала на право с корочкой приехала и все боже мой она водит машину она повела нас с дочкой школу она в школе разговаривала она там она по хай вэй вух она ленина в обзоре я думаю ну как же ешь я же не по ну как бы я также могу это все у меня была цель перед глазами а дальше вот молодые ребята приехали одновременно с мужем по h1b и их жены уже волонтерили я думаю так а я что хуже я же вижу как бы вот тут 40 лет господи ну там я же тоже туда а что для этого надо сделать надо английский ну щам этот английский и вот я пошла с упором на английский скажу меня выгнали через год с английского класса потому что не давала другим заниматься просто вопрос и правильно дальше я чуть-чуть позанималась я пошла в колледж стала брать я в колледже английский не брала я стала брать языки программирования и я до сих пор советовали что пойти по какой-то даже специальности вот что вроде быстрее я общалась видите только возможно учительница английского моя лучшая подруга любой момент вот это будет михаил к вам ее привести не зарабатывает а не зарабатывает нет это пашу на учительница в лампе рискул и она учит в и ссылку качоком это ну как бы пока не менее я имею ввиду вот эта мотивация вот она должна у меня где-то вот быть до я вот не могу себя смотивировать потому что вот мне вот так вот хорошо живется я все сделала со своим языком вот как бы все дела какие-то оформила все мы потом когда будем за кадром значит будем мотивировать ну чему твою дочку мотивирует теперь ты должна себе найти мотивацию давай так раз они все у нас в кадре давай тогда ты внеси режиссерскую ноту вот ты задай вопрос воли вот ты смотришь наш канал ты смотришь много блогеров вот что ты считаешь было бы интересно нашим зрителям нашему зрителю воли узнать как у тебя что мне нравится я бы не смотрелась тем не было позитива и который с негативом я сразу же переключилась за за вопрос поле кем вы себя оле видите так через лет так 5 всего всего да она как бы вот уже почти три года здесь еще еще через пять вот через пять лет от сегодняшнего дня смысле в прессе профессионально вообще живешь в америке проходит еще пять лет что ты делаешь кем ты работаешь я вообще вот этот бизнес я сейчас этим прямо живу мне это страшно нравится я же всегда был государственным рабочим это маленькие деньги это очень маленькие деньги по любому подожди подожди когда человек начинает зарабатывать какие-то деньги в какой-то момент он начинает говорить а что же целый день работаю за маленький это следующий этап ты вот она перепрыгла понимаешь дело в том что в своих деньгах люди лучше не распространяться люди я знаю где ты это покупаешь я могу это как бы вычислить очень быстро и сумму как бы как бы фактически ты тоже такой же похожий ассортимент у меня есть племянница с тремя детьми видишь да я ее вижу бизнес-вумен я почему-то говорю потому что вот здесь в америке мне вообще предоставилась возможность реализоваться вот как свободному человеку том тване я же ведь всегда был государственным работником я вообще не могла ничего себе позволить жизни какую-то дополнительную там профессию вот ну какую-то творческую я помню паритмахером хотела пойти учиться я была очень занята вот на своих работах с утра до ночи и здесь вдруг не предоставилась выбрать то что мне нравится но youtube это ладно там это увлечение так скажем но ведь здесь можно заниматься бизнесом я открыла эти лицензию получила я эти налоги там заплатил на что лицензию у меня все оформлено это полетая есть ресейл пермит то есть купить да нет 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 я просто у меня вас есть такая штука называется ресейл пермит если у тебя есть ресейл пермит ты когда покупаешь товар в магазине ты не платишь налог смотри что сейчас получается ты налоги платят 2 1 1 ты заплатила налог sales tax который может быть там 8 процентов а второй раз ты заплатила налог когда у тебя прибыль и ты говоришь я с этой прибыли плачу налог так вот если у тебя есть ресейл пермит ты не платишь 8 процентов при покупке это вообще кстати нормально потому что ты в бизнесе по перепродаже но ты ты заплатишь это все но потом с того что ты реализуешь кто-то должен заплатить sales tax кто-то должен заплатить но ты конечно ты конечно можешь это делать не то что его вообще не платишь ты потом должна будешь его с прибыль заплатить когда уже будешь отчитывать ну короче говоря я вот этому вопрос то возвращаясь кем я себя вижу вот сейчас это мне все страшно нравится и вот на данный момент в принципе конечно я там не плачу за дом еще что-то но а хочешь зарабатывать 100 тысяч хочешь заработать в месяц в месяц потом сначала вот на этом бизнес то есть ты видишь там этот потенциал хорошо хорошо я по я просто спрашиваю я не знаю сколько ты говоришь так вот я пока за дом не плачу это дорого я ну хорошо значит там нет ста тысяч пока то есть вот ну да такие расходы я как бы не не несу поэтому ну в том плане что мне этим интересно вот сейчас заниматься и в общем то я считаю что у меня получается такой вопрос колебания курса рубля и доллара вот я ты год занимаешься бизнеса значит то есть тебе тебе досталось вот этих колебаний значит вот как на тебе это сказывается меньше покупателей дешевле товар бюро народ все время под стрессом вот люди они даже хотят купить и конечно многие люди хотят купить вот но соблазн это но денег нет вот они вроде бы и забронирует потом подходит день зарплаты допустим а сейчас цены там зная электроэнергия еще выросли но в россии и все и люди понимают и мы прожить этот месяц уже я слышал и пару раз для слова типа вот что сейчас с работой что вы сложная я никак не связан и вот как я екатеринбург да вот я общаюсь со своими бывшими сотрудниками до моему служащие да она связан со строительством екатеринбурге но очень плохое положение ну что это значит это значит ну вот люди получают 200 долларов в месяц это совсем плохо или это обычно это совсем плохо было допустим более-менее там же еще крупный город у нее шкурка 600 долларов 700 долларов была зарплата собственно то есть в рублях это просто из-за того что курс доллар это из-за того что видимо банки сейчас не финансирует российские банки западные банки сейчас же эти санкции я я и в этом не разбираюсь но это я так думаю и поэтому сейчас строительство плохо очень идет нету финансирования а раз это со строительством себя потому что даже вот такие смеечки ну это в общем-то всегда пледная профессия сидят или без содержания берут или в отпусках всех отправляет естественно зарплаты сейчас лох с работы плохо и многого час дочь у меня офис как бы там искала и говорит офисов полно свободных не только на наших доходах из ютюба но вот допустим у тебя конкретно но я говорю вот особенно перед новым годом такая паника бывают люди вообще не знали что ждать у нас часто в россии это бывает в том плане что вот раз этот дефолт и ты не знаешь господи а как жить то все же раскупили люди скупали все машины которые стояли по два года уже не продавались казахстана люди приезжали у них-то выгодно это все получилось другой курс все машины это же цены поднялись в 3 как это шутка то михаил что в америке черная пятница это когда на 90 процентов снижает все цены а в россии черная пятница это когда на 90 процентов все поднялись и скупили что черную пятницу ничего не снижали конечно это месяца три наверно план у меня магазин то я сегодня занимаюсь им завтра я уехала в россии я не занимаюсь у меня такой бизнес то интересно ну что же я я просто пытаюсь понять давай и знаешь что такой вопрос вот ты с людьми общаешься большом количестве я понимаю что у тебя как бы круг интересов он больше может быть там к вещам там брендом и так далее но вот наверняка тебя спрашивают вопросы связать тебе вопросы связаны с иммиграцией посоветуйте миграционного адвоката допустим там что положено там скажем чеку который приехал там и пенсию меня спрашиваем вот такой вопрос учитывая вот тут интерес который сегодня большой очень большой учитывая что адвокаты иммиграционные вообще просто на сон времени нет понимали вот у тебя не было никогда мысленно перезаняться чем-то вот какой-то каким-то консультированием в этой области даже например такая ерунда как скажем вот человек хочет приехать ему надо на сайте там посольство американского москве заполнить форму чтобы ему там прийти на appointment визу взять ну не такого конечно предлагали и в екатеринбурге чтобы я там занималась вот допустим там и сайты знакомств давно раз у меня да ну вот это какую-то фирму тут организовать но это вообще не хочу этим заниматься это не моё у меня не лежит душа вот я здесь вот живу в этой америке несчастной и я вот сейчас у меня никогда в жизни не было такого состояния чтобы я жива и делала то что именно я хочу душа лишь потому что всю жизнь работала на такой работе которую мне никогда не лежала душа это подсчеты расчеты это какие-то там объемы я вообще это все не люблю вот даже вот сейчас общение с людьми тот же youtube это мне приносит гораздо больше удовольствие вот в суде я работала два года у нас в областном суде в екатеринбурге мне тоже эта работа страшно нравилось это тоже общение с людьми вот как-то вот но я там что я понимаю что там допустим вот можно прийти куда-то поучиться даже вот в эту школу все но я знаю что у меня это не пойдет потому что мне не 20 лет и я себя если душа не лежит конечно вот вот она вот так вот сейчас поэтому она вообще не планировал работать сейчас мы нашла как бы вот какую-то отдушину она получает удовольствие она шутится и дальше она потом не идёт сдавать их она их отправляет людям хорошо ей оплата как бы за удовольствие ну не касательно бизнеса а касательно того что ты себе покупаешь муж тебе не говорит да ты нас разоришь господи так это уже у меня проходит свалбу это же по первости вот у меня было он вообще чуть не это не понимал что со мной бижутерия ну вот это вот я все тащу и тащу в дом он как бы человек который не любит вообще лишних предметов и вот у него ну сусилась он пошел купил у американцев вообще большие гардеробы и все а я тут дорвалась я вот все в не хотелось хотя сейчас это у меня уже вот все проходит да да и я уже не знаешь вот заходишь в магазин и вот эта борьба сознания с подсознанием подсознание говорит хочу вот а то вот потом садовик откуда повесить конечно да 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 еще не рос на этом покупала я родственникам покупаю а потом думаю куда же посылку не влазит одно правило ящик уже следующий запомним то а иногда трудно остановиться детское что я говорю америка это страна с афроты они не может сейчас выбрать интершипа я в автобус когда поехала это работа она не идем чипы-то носить носили на работу да она большая она большая пожалуйста терминологии это не знаю я тут тоже вот так вот заходишь везде и ты не знаешь что выбрать потому что раньше если в советское время дни обои были ты их хватал или шторы одного этого ты еще помнишь советская конечно я же ведь все по магазинам у меня видимо вот это вот он не сидит потому что вот когда были тяжелые времена и в центром живая я же все бегала что-то в очередях стояла зачем-то покупала поля в москву ездили конечно расскажи как было москва советское время это вот у меня на наня сестра двоюродная мама тебе ночь доехать тебе надо как до 36 часов что ли не на самолете и у нас у меня тетя была и вот она все время я такой был большой рюкзак она же апельсинов не было ну вот там москве вот так вот горками не стояли были да я помню я мечтала почему-то пойти в морзолей посмотреть дедушку ленина это у меня была мечта и я пришла там такая очередь была мы проездом ехали и мне времени не хватило и я потом я не знаю сколько лет я жалела что я так и не посмотрела дедушку ленина что кавказец возвращается на кавказ и москвы ему говорят о большом театре было да там не знаю там где-то еще был да а вот ленина видел да конечно в зале его это чтобы четыре часа в очереди стоял зачем в очереди заплатил кому надо вынесли стоял и не достал я помню джинсы она привезла из москвы а был только пятьдесят четвертый размер и мы все ушли в село там под заготовки там какой-то был процент надо было платить и вот привезли я такая худенькая я думаю так мы олю немножко замучили вот это самое я надеюсь мы не последний раз мы тут рядышком все на пятачке просто у нас сейчас каникулы знаете как и у меня времени побольше и мы можем спасибо это неделя вся каникулы неделя вся каникулы и мы можем спокойно посидеть и чтоб нас никто не дернул вот и много разных дел на каникулы запланировано там не то что скажем делать не нечего есть чем заняться но всяком случае сейчас посвободнее вот так что мы тогда олю поблагодарим и анечка тоже за то что она тут у нас а можно привет передать конечно да я блогерам хочу передать да и наташек веки люди флориде и в общем короче говоря всем и марине из италии да и что а вы знакомы там общаетесь мы немножечко переписывались все стараются всем блогерам хорошо и зрителям тоже и зрителям обязательно спасибо всем за комментарии столько тоже информации зрители дают спасибо за позитив за все ладно ребята счастливо прощаемся до скорой встречи Субтитры создавал DimaTorzok